Игнатих Иванович, молитесь. 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 Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 36-й Псалом. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и как зеленейший злоб увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Учишайся Господа, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающим в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечтивого. Посмотришь на Его место, и нет Его. А кротки наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечтивый зло умышляет против праведника и скрижещет на Него зубами своими. Господь же посмеивается над Ним, ибо видит, что приходит день Его. Нечтивый обнажает меч и натягивает лук свой, чтобы не изложить бедного нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Мечи войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечтивых. Ибо мышцы нечтивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достоинь их пребудет вовек. Не будут они постажены во время лютая, и во дни голода будут сыты. А нечтивые погибнут, и враги Господни, как туп ангцов, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечтивый берет займы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждают стопы такого человека, и он благоволит в пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, а беззаконы будут извержены, и потомство нечтивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекает премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечтивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись в пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечтивые, ты увидишь. Видел я нечтивца Грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдая за непорочным, и смотрим на праведного, ибо в будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, в будущность нечтивых погибнет. От Господа спаси неправедникам, он защитит их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и избавит их от нечтивых, и спасет их, ибо они на него уповают. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Божий мой Господь Иисус Христос По великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, молю Тебе Спаси меня по благодати Если бы Ты за дела спас меня Это не было бы благодатью и даром Но скорее долгом Истинно так Богатое сострадание И неизречено в милости Ибо Ты сказал, о Христос мой Верующий в меня будет жить И не увидит смерть его веки Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду То вот я верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой и Создатель Да вниз же мне вера вместо дел Божий мой Ибо не найдешь никакие дела правдующих меня Но вместо всех дел Да будет довольна вера моей Пусть он отвечает Пусть он оправдает меня Пусть он осадил от меня участником славы Твоей вечной Да не похитит же меня сатана И да не похвалится тем Что отторг меня Твоей Слово Божие Руки и защиты Ну хочу ли Или не хочу Спаси меня Христос Спаситель мой Скорее приди ко мне на помощь Поспеши, я погибаю Ты, Бог мой Очерев матери моей Сподобуй меня, Господи Ныне возлюбить Тебя Как я возлюбил некогда тот самый грех И вновь послужить Тебе без ленности Как я прежде работал на сатана-борстителя Буду же прежде всего служить Тебе Господа и Богу моему Иисусу Христу Во всей жизни моей Ныне всегда и вовеки в эпох Аминь Аминь Святой Ангел Поставь на блестимую бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невыдержанность мою Не дай возможности злому демону Починить меня себе посредством от вас смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся мою руку И выведи меня на путь спасения О Святой Ангел Божий Хранитель и Покровитель Бедным из души и тела Прости мне все, чем оскорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь Зачти меня настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не принимать Бога никаким грехом И молись за меня, как Господу Чтобы Он утвердил у меня страхи своем И садил у меня рабом Достойно своей милости Аминь Аминь Пресвятая Ладыщеца моя Богродица Святыми Твоими и всесильными мольбами Отгони от меня ничтожного Несчастного раба Твоего Уныния Забвения Неразумия Нерадения И все скверные, лукавые И хуйные помышления От несчастного моего сердца И от помраченного ума моего И погаси память страстей моих Ибо я нищ и слаб Избавь меня От многих губительных воспоминаний И намерений И освободи от всякого злого воздействия Ибо Ты благоценен от всех родов И Твое пречесное имя славится Во веки веков Аминь Аминь Молите Бога о нас Святые Уводники Божии Игнатий Владимир Николай Надежда Ибо мы усердно к Вам прибегаем Скорым помощникам И молитвенникам О душах наших Благородица Дева Радуйся Обрадана Мария Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод чрева Твоего Яко родила Иси Христа спаса Избавителя душам Наши Непобедимая божественная сила Чеснага Животворящего Креста Господня Не остави нас грешных Уповающих на Тя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа на сопротивные дары И Твое сохраняй Крестом Твое жительство Спаси Господи И помилует самого духовного родителей Сродника Благодетеля Митрополитов Марка Николая Агафангела Тихона Антония Священная Рея Акима Павла Геннадия Сергия Иоанна Михаила Наума Кирилла Вадима Зосима Владимира Максима И Глебу Не дай погибнуть Андрея Диакона Евгения Александра Михаила Андрея Лепископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Франциска Корнили Александра Деодора Митрополита Тихона Илариона И весь Священщик Иночий Скичин И высший Истин Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Да еще Священника Рожденного Свыши Который Блазовестником Является Место Для занятия Смири власть И воинств Твоих И через них Софари Благое Церкви Твоей Мудри И сдавать И исполнять Добрые законы Дабы дали Достойно Жить людям Что было еще Уделять нуждающимся Преобразуй Сердца Духовные Владимира Михаила Зазепа Рамзана Владимира Александра Эрдогена И Амана И даруй мир Израилю Россию Украине Сирии Белоруссии Карабаху Казахстану Канаде Где смуты Мятежи Эти смутьянов Алексея Илью Укроти И покажи им Ту бездну Куда они Сталкивают Людей Ничего Немогущие Дать Взамен Слава Белоруссии Иосифа Иосифа Нас Что за Мамону Кто-то Произнесет Наши имена Где-то И что-то Изменится Все это Ложь Слава тебе Христе Боже Наш Слава тебе Возри на угрозу Врагов На бесконечную Хитрость Лукавство Зависть Изрыгаемой Да поглотит Земля Чтобы не достигла То ушей И сердца Верующих И в судный день Не помяни их Безумие Ибо они знают Что худо Творят Быть может И дух Святой Похурили Давно Благослови Благодетели Наших Воздаем Добром Всей жизни И в будущем Елену Елену Обрати Евгения Наталья Надежда Юрия Эдуард Мы просили Об издании Трехкомнистов Нового Завета Сталкования Блаженного Афилакта И проповедь Их Их И все Ты позволил Сделать Хвала тебе Господи Зирающая На нашу Немощь И нищету Помоги нам Переиздать Игру Крещенному Православию Как угодно Воле Твоей Святой И все Необходимое Пошли И покажи Где Должны Они Издаваться Аллилуйя Слава тебе Милосердный Господь И Бог Наш Прямо тебя Нет иного Бога Ты открылся нам в этом Слава тебе Благодарствующих Только Ты Это Можешь Сделать Господи Благослови Екатерину Романа Жилища Первых Христиан Были Как Храмы Найди Там Новые Души Обрати Их Чтобы Они Не были Одинокими Слава тебе Милосердный Господь И Бог Наш Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного Слава тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Савао Вся земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышли Богу На земле Мир Человек И Благоволение Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День Который Дал Мне Вер В Тебя Страх Пред Тобое И Ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День Который Дал Мне Святую Библию Указал На толкование Святых Отцов В канонной Церкви Как на истину И вечности Воздай Милости Всем Кто Трудился Моей Душой Возрастанием Тебе Мария Стефана Александра Михаила И Анна Слава Тебя Найди Отступников Возврати Николая Александра Юлия Евгения Тома Ты знаешь И Господи Покажи Что Нет Спасения Вне Церкви Будь милостив К нам Владыка Ты будешь С нами Да между нами Будет Любовь И мир И согласие По слову Твоему И отъезжающих Ты всех Благословил А не достигли Своих Жилищ Слава Тебе Господи Доброе Отношение Удиворность Матери Установи Как Тебе Угодно Посети Болящих Да и безропотно Перенести Страдания И послем Исселения Кирилла Алексея Сергея Антония Геннадия Надежда Людмила Любовь Неанила Александра Благодарю Тебя Господи За друзей И за врагов За здоровье И за болезни По Твоему благоволению Все это может оказаться Спасительным Для нашей Бессмертной души Упокой Господи В обителях Небесных Усопших Отец И братьях Наших Родителей Сродников Благодетелей Всех Православных Христиан И сотворим Вечную память Вечный Покой Ибо нет Человека Которого Знай Небеси И грешил Б Вольные Невольные Грехи Прости И помилуй Пресвятая Госпожа Богородица Пресно Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами И покроем Офором Любви От зависти Несчастивых От Происков Вражеских Господи Благоцей Всех Кто помогал Совершить Миссионерские Путешествия И посеянные Нами Дадаст Обильные И долгосрочные Плоды Благоцей Виктора Николая Павла Динаида Владимира Дмитрия Надежды Людмилы Сергея Наума Валентину Самире Самире И Тимуру До истинных Христов Любовь Ты бы не верила же пророкам Спаваем на милость Твою Благослови Езру Юрию И всех заповедовавших нам Ивать От Тебе Аллилуйя Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Ангел Христов Хранитель мой Святой Моли Бога О мне грешнем Благодарю Тебя Мой добрый Ангел Сколько лет Ты хранил И защищал меня От видимых и невидимых Опасностей И повреждений Не покинешь смерть И сейчас Твоя душа Будет разрушаться от тела И проведи душу Ему по мытарствам Страшным и непонятным И веди ее навеки В вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Слава Тебе Боже наш Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Господи Научи нас жить Их бедности Имея пропитание Одежду Быть благочестивым И довольным Никогда не роптать Никому не завидовать Быть во всем экономным Видеть нуждающиеся В нашей помощи И помогать По мере сил Аллилуйя Слава Тебе Сохрани наши сокровища В интернете Благослови Трудящихся На этом поприще Благослови Игоря Юлия Димитрия Виктора Вячеслава Вячеслава Владислава Николая Алексея Гавринила И обратите Мафея Тимофея Мартина Германа Александра Симона Леонтия Валентина Никиту Андрея Марии Аллилуйя Святитель Христов Николай Мерлитийский Чудоспожный Собраста Стервоздержания Добрый Артепат Моли Бога О нас О нашей живности Через которую Господь облегчает Наше пребывание На этой доле Печали Земле Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Пророки Божии Илья Ирисея 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 Агей Сафония Захария Малахия Давид Напан Данил Отроки Пророк Лихей Авраам Исааки Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковством Добудем Прихода Тво нашего Отшествия Не засталось Неготовым Что мы Вышли На встречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Ле добрых Дел Соделанных Духи Святом И с любовью Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Ангелы Архангелы Судуни Серафимы Все Небесные Силы Трестовы Божьи Предстоящие Святые Апостолы Петры Павел Евангелисты Матве Марта Лука Иоанн Задарит Господь Нам Жажда Исследовать Священное Писание Ибо Через Них Мы Дум Умем Жизнь Вечную А Они Свидетельствуют О Тебе Слава Тебе Святые Мученики Игнатий Богоносец Поликан Смир 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 Дамьян Андреев Стротилат Иерон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анпим Некомедийский Георгий Победоносец Пантелейм Соро Святых Мучеников Царь Николаевич Твое Царское Семейство Владимир Знаний Иосиф Борис Иглеб Да Укрепит Господь Народ Свой Дабы Никто Не Принял Очертания Зверя Антихриста На челой Или Правой Руку Взятых Из Ижи И Отправлен Их На Прон Сохрани Никиту Александра Максима И Неведомых Нам Иоанна И томящихся Вузах Тюрьмах Лагерях Психиотических Темницах Коснись Их Сердец Сохрани Монаха Сергея Владислава Вара И ты Показал Господи Великое Чудо Отвободив Илью До суда Сколь Диви Ты Господи И сохрани Его Чтобы Он не давал Повода Ищущим Повода Путь Милостив Нам Владыка Аллилуйя Слава Тебе Божий Наш Молите Бога Наслед Ты От Василий Григорий Богослов Ян Зата Ус Афанас Велик И Грин Филин Антоний Макарий Макарий Антоний Феодольфий Корнили Био Сергия Радоневский Степан Пермский Серый Афин Тарус Иоанн Антоний 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 Кирилл Неподий Николай Макарий Алтайский Пиларет Ироний Стридонский И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Да укрепи Ты Сохранит Нас Господь Святой Православной Вере А замыслы Элитиков Сектантов Разруш Разверь И что Преврати Ибо Вне Церкви Нет Спасения Помилуй Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Стекла Первомущица Патинус Марина Феврония Вера Надежда Любовь Матери Стойки Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетуй Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египет Присхила Акила Андроника Юня Киприя Новости Задарует Господь Женам и Девам Послушание Молчание Целомудрие Настырливость И сохранив Хостяческого Поругания И насилия И прав Непоколивость Галины Семейства Евгения Надежды Людмилы Виктории Ивановны И прими Нашу молитву Воздиание Рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Божией И соедини Наши молитвы С молитвами Всех святых Молящихся Тебе на небе И на земле Ты Бог Сотворивший Этот мир И сохраняющий Его Как зиждитель Ты Господь Знающий Все Прежде бытия Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голгофских Страданий И пролитой Крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас Греши Прими Исполни Наши Молитвы О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси И помилуй Мы Взываем О незаповедавших Кому Засвидетельствовали Которые Услышали О благой Вести Косни Всех Сердец И положи Им Крепко На сердце Что Примириться С Богом Возможно Только При этой Жизни За гробом Нет покаяния Будь Милостем К нам Владыка Услыши Наше Воздыхание Родных И близких Еще Не познавших Тебя Только Ты Можешь Спасти Их Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушают И Наслышат Рабы Твои Голос Твой Редактор субтитров мир всем и доброе утро всем у нас после этого утренней молитвы читается слово божие вы другим говорите это с кем встречаетесь потому что слово божие она указывает нам на каждый день программу действий наших вот поэтому у нас трех томик заканчивается и скоро начнется заново считать и считают знакомы от нас с текстами священно писания толкованием две сестры апеллина валентина сергеевна и симоненко ольга николаевна будем благодарны богу за них всегда молиться и так дорогие сестры ваше время благослови господи на чтение священного писания с толкованием святых отцов и комментариями дарую разумеет написано исполнить волю твою во славу имени твоего святого откровение анна богослова приложение номер один ложные толкования со страницы 427 нового издания последнего второе доказательство догматическое говорят что бог есть любовь а грехи людей совершенные в жизни ограничены по своей величине и тяжести поэтому дескать не только по любви но и по справедливости невозможны вечные мучения такие мысли говорят о том что эти люди еще не пережили по настоящему раскаяние блудного сына отче согрешил я против неба и перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим лука 15 21 нет значит еще ощущение бесконечной святости божией и бесконечности своей греховности и виновности есть самооправдание и попытка вместить божий пути в наш рассудок догматически же строго ответим так а виновности человека судят не по времени пребывания во грехе жизнь человека 20 30 50 70 лет а по тяжести греха один и тот же грех в разной степени тяжек в зависимости от того кем и пред кем он совершен так же как ни одно и то же обмануть случайного человека друга или мать чем выше человек перед которым грешим тем тяжелее грех все же мы грешим пред богом а он есть бесконечная святость и бесконечная любовь а значит и грех наш бесконечно тяжел даже юридической практике тяжести греха соответствует длительность наказания например несколько лет занимался мелким воровством а посажен на год другой грешил всего несколько секунд убил человека а посажен на 10 лет так и мы недолго мы грешили за короткую нашу жизнь но бесконечно тяжко а потому и наказание вечное мучение потому и жертвой за наши грехи не мог стать хотя бы совершенный но человек каковым считали христа ариане и ныне считают свидетелей его а должен был стать именно бога человек грехи бесконечной тяжести требует возмездия бесконечного потому и жертва должна была быть принесена бескровная каковой и явилась крестная жертва бога человека иисуса христа и еще грешники сами отказавшись от бога будут вечно мучиться без него ибо бытие без бога это не жизнь а мучение спрашивает как же могут быть одновременно любовь божия и мучение людей ответим нельзя говорить что бог и гиена будут сосуществовать во всем то есть будет бог все во всем 1 коринфянам 15 28 гиена это будет нечто вне того что есть тьма внешне матфея 14 6 что вне бога то смерть вечная в боге блаженство вне его мучения бог создал человека свободным и выбирающий путь греха сам обрекает себя на вечную смерть на вечные мучения есть третье доказательство святоотеческое приведем несколько свидетельств святых отцов о вечности мучений грешников святой игнатий богоносец в кавычках скверный пойдет в неугасимый огонь равна и тот кто его слушает кавычки закрываются святой поликарп смирски говорит мучающему его проконсулу ты грозишь мне огнем горящим временно и вскоре угасающим потому что не знаешь об огне будущего суда и вечного мучения которую уготован нечестивым святой и устин мученик а тех же которые живут неправедно и не раскаиваются мы веруем что они будут мучиться вечном огне святой феофил антиохийский тех которые не веруют и не покоряются истине возьмет огонь вечный и что поэтому необходимо следовать во всем пророческим учениям чтобы избегнуть вечных мучений и получить вечное благо божие святой иреней леонский кому скажет господь идите от меня проклятые в огонь вечный матфея 25 41 те будут навсегда осуждены здесь счастье и несчастье имеют конец и при том самый скорый но там и то и другое продолжится бессмертные века когда душа получит нетленное тело тогда ничто не воспрепятствует мучению ее продлиться в бесконечность учение о вечности мучения грешников разъяснено на поместных соборах александрийском 399 год константинопольском 543 год и на вселенском на вселенских втором триста восемьдесят первый год и пятом пятьсот тридцать трекий год так учит вселенская церковь приложение второе схема апокалипсиса дадим общую схему апокалипсиса способствующую цельному восприятию всех видений святого иоанна богослова изложено в его книге кроме того это будет и определенным ключом для толкования различных видений и образов апокалипсиса деление и схем апокалипсиса существует очень много наша схема образовалась из попытки встать как бы на место иоанна и на основании написанного воспроизвести зрительно все ему показанное и вообще было бы очень интересно воспроизвести апокалипсис зрительно звуковыми средствами в таком случае перед нами проходят таинственные причудливые картины несколько похожи на то что иногда бывает сновидениях одна картина незаметно сменяется другой потом снова появляется временами картина меняется что-то в ней добавляется а что-то исчезает потом вдруг некоторые картины совмещаются и смешиваются или наоборот какая-то часть картины выступает вперед и как бы разверстывается перед нами своих подробностей подробностях видение апокалипсиса можно представить таким образом первая картина явление христа как сына человеческого царс царственно царско священническом виде посреди семи светильников он зачитывает семь посланий семи церквам светильникам главы первая по третью эта картина очень четко является сразу вся и не видоизменяется после зачтения посланий исчезает и больше вообще не появляется вторая картина основная картина апокалипсиса она и самая сложная состоит собственно из трех картин а б и в сначала появляется картина а потом постепенно картина б и эти две картины сливаются в одну параллельно этим картинам показывается картина в которая как бы присоединена к тем двум картинам картины а и б постепенно все дополняются и дополняются новыми штрихами картина а престол на небе на нем сидящий посреди престола агнец христос и перед престолом семь огненных светильников всем духом божиих вокруг престола четыре животных и двадцать четыре старца и все это посреди различных ангельских сонмов картина б небесный жертвенник и храм картина в земля звери на ней собственно три зверя сатана антихрист и лжепророк великая блудница вавилон пред нами такая динамика этих картин главы 4 и 5 постепенное становление картины а глава 6 спуск из картины а в картину в которая сама еще почти совсем не нарисована и будет заполняться тоже постепенно глава 7 восхождение из картины в а глава 5 9 и 8 с 1 по 6 стихи начало появления картины б появляется жертвенник перед престолом далее 8 7 тире 10 11 далее главы 8 стихи 7 по 10 и 11 спуск из картины б в картину в как выше в главе 6 через открытие печатей на небе в а показываются картины на земле в б так и здесь через трубы ангелов в б показываются картины на земле в с главы 11 1 мы видим не только жертвенник но храм правда храм земной является являющийся только подобием небесного который открывается в свою очередь в главе 11 19 этим картина б практически завершается и далее идет уже все более тесно и и слияние с а хотя и самого начала жертвенник был уже пред престолом в главе 15 5 мы видим картины а и б уже полностью смешанными постепенно все более заполняется и картина в появляется две маслины один зверь вавилон главе 16 мы видим опять спуск теперь уже из объединившийся картины а б в картину в слияние семи чашей гнева седьмая чаша показывается еще более отчетливо главе 17 вавилон блудница на протяжении глав 4 стихи с 1 по 19 в этих трех картинах которые представляют собой собственно говоря одну происходит много самых различных событий в картинах этих много персонажей престол сидящий на нем агнец 7 духов 4 животных 24 старца 7 ангелов множество ангелов отдельные ангелы искупленные то в виде разных множеств то в виде 144 тысячи запечатленных то в виде жены на земле три зверя сатана антихрист лжепророк вавилон блудница жена церковь видим небесный жертвенник и храм а также земной иерусалим четко представление этих картин очень помогает при толковании так видя эту картину ведь ее реально так и видел иоанн и видя на ней христа агнца мы уже никак не будем под каким-нибудь другим образом например ангелом понимать что это христос картина цельно и связано и мы начинаем ее понимать а иначе очень трудно определить кто например подразумевается под очередным ангелом или зверем и прочее хотя как уже отмечалось определенные части картины по ходу причудливо трансформируются и перерастают подобно тому как бывает в сновидениях слава тебе боже наш слава тебе спасибо христос во славу божию ну все на этом я тут только в рулетку загляну на минуту с богом